Здравствуйте! Мы продолжаем эфиры на Украл.ФТВ. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». И, конечно, мы благодарны нашим спонсорам на платформе Патреон. Вы можете всегда к ним присоединиться. А с нами на связи Илья Кусы, эксперт Института будущего, которого вы очень хорошо знаете. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, вы знаете, я подумала, что нам все это время, пока мы были в карантине, очень не хватало вашего тонкого, знающего отношения к Ближнему Востоку. Тем более, что цена на нефть не просто падала стремительно, она просто шокировала. Поэтому, если позволите, мне хотелось бы, учитывая ваши по-настоящему глубокие знания ситуации на Ближнем Востоке, поговорить о том, как изменит цена на нефть ситуацию на Ближнем Востоке. И, может быть, не просто в ближайшем, но, может быть, долгосрочной перспективе. Ну, на самом деле, нефть и Ближний Восток, это там не всегда не связано, конечно, ну, имеется в виду по знаниям. Я не нефтяник, поэтому, наверное, то, что я скажу, будет больше в логике просто международных отношений, ну, потому что люди, которые работают в нефтяной сфере, у них немного другая логика. Но, в принципе, ну, что я могу сказать? Вообще, вот то, что происходит сейчас с ценами на нефть, я думаю, что это, ну, первое, что стоит сказать, это больше коснется, конечно, государств бензоколонок. А если мы говорим о Ближнем Востоке, то, ну, понятно, о ком речь. Это Саудовская Аравия в первую очередь, во вторую очередь все остальные арабские монархи и залива, которые экспортируют сырую нефть и переработанную, то есть это и Кувейт, и Оман, и Объединенные Арабские Эмираты, и Ирак, и немножко даже Алжир. Вот, то есть, в принципе, ну, конечно, в центре внимания всегда остается Саудовская Аравия по той простой причине, что они являются одними из крупнейших экспортеров нефти в мире, и они являются одними из, ну, главных, так это сказать, в общем, дирижеров вот этого нашего всеми любимого картеля под названием ОПЕК, да, то есть организацию, в которую входят как раз нефтедобывающие страны. Ну, отразиться, конечно, на всех негативно, потому что, ну, падающие цены на нефть – это минус к бюджету, это, ну, поскольку в бюджетах всех этих стран, абсолютно всех, заложена цифра, ну, не 30, не 20, не 0, не минус 40, да, а, ну, намного больше долларов за баррель, поскольку, ну, эти страны очень сильно зависят от экспорта, их экономика не диверсифицирована, ну, за исключением эмиратской, возможно. В эмиратах нефть не такой критический фактор для экономической стабильности, как для других государств. Ну, они успели диверсифицировать экономику в ходе, там, недавней своей истории, да и у нее их не так много было, как, например, в Саудовской Аравии. А вот у саудитов, да, проблемы. Конечно, их пока что спасает то, что, ну, почему они так долго живут и могут жить при таких ценах на нефть, потому что, ну, во-первых… Долго – это сколько, Илья? Долго – это сколько? Они могут жить, я думаю, ну, лет 10-15, вот. Это, конечно, это… Сейчас я скажу, при каких условиях. То есть это если, ну, нефть будет 20-30 долларов, то есть не 0. Ну, 0 она не была, это было, как бы, то, что мы наблюдали, это была цена на фьючерсы, на фьючерсы, да, то есть это не сама цена на нефть, там, на сегодняшний день. Но, тем не менее, да, то есть вот 20-30, они могут жить за счет того, что у них будет наполнен фонд благосостояния, а он у них под 400 миллиардов долларов достигает. То есть это такой фонд, который иногда… И деньги из которого иногда используются на, там, какие-то особенные потребности, там, ну, не знаю, если говорить очень простым языком, некая заначка, которую вы себе создаете, вдруг что-то происходит на черный день. Вот, ну, это так, грубо говоря, конечно. Это не самый крупный фонд в мире, там, самый крупный на первом месте, это норвежский, но, тем не менее, ну, достаточно хорошая такая финансовая подушка. Плюс у саудитов очень низкая себестоимость добычи, поэтому, как бы, им как-то… Им не так больно, как, например, России. Ну, и это тоже при условии… То есть они будут жить при условии, если, конечно, будет резаться бюджет. То есть вот я, собственно, последние несколько постов и в Фейсбуке, и в Телеграм-канале своем посвятил как раз их бюджетному планированию. Это очень интересно. То есть они режут бюджет вот уже второй раз за последние два месяца, то есть март-апрель, если считать, они режут бюджет. Первый раз на 5% урезали за счет социалки в основном. То есть, ну, условно говоря, затягивают пояса. А второй раз сейчас они не говорят, какие статьи они, ну, в общем-то, порежут, порезали. Я не знаю, когда там это решение будет принято. Ну, оно уже принято, я не знаю, когда это произойдет конкретно. Но тоже все, в принципе, говорят о том, что, скорее всего, опять же, за счет социальной сферы. Ну, просто резать больше нечего. Национальные мегапроекты наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, там строительство вот этого футуристического города Неом, о котором слагают легенды, в том числе часто вдохновляемые наших людей, о строительстве целой туристической гряды на островах на юго-западе возле Джидды. Ну, в общем, вот эти все безумно дорогие проекты, которые задумал наследный принц и для которых они часть его внутренней легитимности, которая на них стоит, ну, их успех, вернее. Конечно, их пока что, по крайней мере, я нигде никакой информации об этом не встречал и не слышал. Их не резали. Я могу понять, почему, потому что с ними связан, как я сказал, успех самого принца Мухаммеда. И, ну, как-то, в общем, видимо, его ситуация не настолько отчаянная, чтобы он начал, в общем-то, сам себя немножко, сам себе затягивать пояса в плане амбиций. Вот, пока что затягивают пояса люди. Там они вводят налоги, например, там они повышают налоги, в основном вот таким образом, и уменьшают расходы на какие-то вещи, связанные с социалкой. Кстати, здравоохранение тоже резали, но не в этом году, а в предыдущие. Вот сейчас, ну, с другой стороны, у саудовцев там как бы не такие большие проблемы. Вот, поэтому цены на нефть, ситуация на нефтяном рынке отразится на них негативно в любом случае. Они в любом случае теряют деньги, но все зависит от того, как долго все это будет происходить. И чем дольше будет происходить турбулентность на нефтяном рынке, тем хуже будет Саудовской Аравии и, собственно, компании, и, ну, другим государствам. И еще тоже, конечно, зависит от того, насколько затяжной будет коронавирусная пандемия. Потому что, собственно, она и стала в некотором смысле причиной этого обвала, потому что, ну, ведь коронавирус вызвал падение спроса на нефть в Азии. И это вызвало очередные переговоры с Россией по поводу очередных сокращений добычи, на которых они, по которым они не договорились. И, в общем-то, мы пришли к обвалу цен на нефть. Медицинский центр «Призма» – наш друг и партнер. В сложный период карантина продолжит прием пациентов, усилив меры защиты. Поэтому, если вас беспокоит зубная боль или головная, или опорно-двигательная система нуждается в помощи доктора, ну, или вдруг в какой-то момент вам понадобится дерматолог, милости просим к нашим друзьям и партнерам в медицинский центр «Призма». Ну, Илья, тогда давайте еще немножко глубже посмотрим, потому что вот тема нефть и геополитические всякие расклады на Ближнем Востоке – это тоже, наверное, интересная тема, потому что, ну, непонятно, Штаты насколько активно остаются на Ближнем Востоке, насколько они все-таки уходят из Ближнего Востока. И это тоже, вот, если позволите, давайте немножко на эту тему поговорим, интересно. Ну, смотрите, Штаты уже три года при Дональде Трампе проводят, собственно, политику постепенного уменьшения своего влияния на Ближнем Востоке, попутно передавая некоторую часть своих функций, такого регионального полицейского, местным союзникам. Ну, вообще, там у них было несколько планов, таких, ну, которые как раз предполагали, что вот, мол, мы будем тратить меньшее, мы там уйдем, а кто-то вместо нас вот будет выполнять часть этих функций. Это вполне соответствует логике Дональда Трампа. Логика эта состоит в том, что сейчас, мол, тратить много денег не надо, плюс эти все там траты во многом, значит, благодаря непосильными трудами, значит, подлых попередников, они, в общем-то, слишком большие, они бессмысленные, и давайте, мол, ну, к чему вот, давайте вообще проведем аудит. То есть, по сути, здесь ближневосточная политика Трампа, как и вся его политика внешняя, на мой взгляд, она такая, это логика топ-менеджера компании. То есть, он проводит некий аудит, смотрит, какие проекты являются, ну, в общем, приоритизирует задачи, оптимизирует выделение ресурсов. В некотором смысле это правильно, потому что действительно, ну, особенно сейчас, в условиях коронавирусной пандемии, когда штатам нужны все ресурсы, которые возможны, тратить лишнее, ну, понятно, не стоит. И по этой причине они начали, ну, немножко уменьшать вовлеченность в различные ближневосточные процессы. Ну, понятное дело, что, ну, чтобы уменьшить свое влияние и не дать заполниться вакууму влияния всяким противникам своим, нужно желательно все это передать в другие руки, в общем. И, в принципе, изначально план был такой, что они вообще хотели, и был план о формировании некоего ближневосточного НАТО. Вот, я несколько раз, да, именно в такой формулировке. Они забрасывали, что, мол, вот, ну, НАТО, ну, как, я думаю, что, понятно, там не шла речь о каком-то прям таком альянсе, но такая была ассоциация, видимо, она, не знаю, решили, что она очень простая, ну, она действительно простая, все, в принципе, понимают, о чем речь, когда я говорю ближневосточное НАТО. Но потом оказалось, это как раз было 17-18 год, они играли с этой идеей, что, мол, мы создадим группу наших союзников, которая есть, и они вот в некой такой военно-политической организации будут стоять, вот, давлеть над этим регионом, а мы просто вот себе будем сидеть где-то там, ну, в общем, совсем над схваткой, вот, совсем. Но получилось так, что, ну, не было, не оказалось желающих. Вот, то есть, как оказалось, государства местные, ну, нет, они, конечно, любят американские деньги, американские технологии, они готовы покупать все, что угодно, но брать на себя ответственность за порядок и стабильность не готовы. Ну, кто не готов, по просто объективным причинам, они слабые. Да, там у кого-то, ну, монархии залива, из всех монархий залива реально воевать, ну, с точки зрения наличия вооруженных сил, причем таких, ну, достаточно и по числу, и по технологиям, которые, я сейчас не говорю, умеют воевать, я говорю, хотя бы вот по вот этим, по физическим параметрам они, в принципе, существуют, да, то это только вот Саудовская Аравия, может быть, Эмираты и все. Все остальные, они не могут какие-то, и не хотят проводить какие-то операции за пределами своих границ. Плюс, ну, возникли трудности, связанные с тем, а могут ли эти государства, в принципе, играть роль региональных полицейских? Оказалось, нет. Все они либо уже участвуют, либо дискредитированы, не имеют легитимности в других странах, либо не могут просто это делать, да. Саудовская Аравия, там, свои военные возможности показала в Йемене не очень успешно. Оказалось, что многие государства просто не хотят. Ну, нет у них желания, у них нет ресурсов в такое дело. У них просто, ну, они не хотят. Такие, как Египет, например, не захотел. Пакистан не захотел. Катар не захотел. Даже Израиль не захотел. То есть, потому что, ну, это логично, да, с какой стати. То есть, одно дело Израилю использовать американский фактор для своей выгоды, чтобы процветать и развиваться, что является их главной целью. А другое дело сейчас начинать брать на себя ответственность за какие-то там процессы, связанные в основном с арабами, которые им вообще не нужны. И они, конечно, ну, зачем им это нужно делать? Тем более, что у них своих проблем куча. Вот. Потом была идея, что в итоге, короче, все в итоге скатилось к чему? Значит, есть Саудовская Аравия и ее союзники, и есть Израиль. Вот эти две страны, они на них опираются. Пока что Саудовская Аравия неформально курирует вопросы, связанные с субрегионом залива или с районами залива. А Израиль это вот в Ливанте. То есть, в принципе, вот оно примерно так. Плюс, благодаря штатам Израиль и Саудовская Аравия последние несколько лет стремительно сближаются. И, в общем-то, вот такая пока схема вот будет работать. То есть, Штаты и под ними вот Израиль, Саудовская Аравия. И они там как-то между собой дружат и могут решать какие-то оперативные тактические задачи. Ну, уменьшить еще больше, уменьшить влияние пока что у Штатов не получается, как мы видим. Плюс, я так понимаю, что во многих случаях они не знают, как им уменьшить это влияние, что оставить после себя. Ну, это все время, это вечная проблема. То есть, вы входите куда-то в какой-то процесс, а потом сложно выйти. Как, например, Саудовская Аравия вошла в Йемен, но она хочет выйти. То есть, уже об этом дискуссии идут полтора года минимум. Но они не знают, как это сделать, не потеряв лицо, не потеряв преимущества, не потеряв все. И то же самое по Штатам. То есть, по многим странам у них просто нет союзников, на которых можно опереться. И они не знают, как это все так оформить, чтобы это не выглядело как поражение или чтобы это не привело к тому, что их заменят какие-то страны, которые, по их мнению, неприемлемы в данной конфигура. Например, Ливан. Да, у них в Ливане на протяжении многих лет сохранялся же, по сути, компромисс договоренности с Ираном. Ну, по сути, там все. Это вообще, кстати, вещь, которую многие не знают. То есть, великое противостояние с Ираном. Такое противостояние, что они аж на договорняках держался, по сути, весь порядок в Ираке и Ливане. Ну, а с кем еще? Иран один из ключевых, по сути, стейкхолдеров обоих стран. И там либо ты договариваешься с ним, либо вы воюете. Ну, и понятное дело, что был выбран второй вариант, первый вариант. То есть, не договориться и как-то там держать какой-то статус-кво. Сейчас, когда у них обостряются отношения, ну, альтернативы никто не придумал. И, соответственно, у них дилемма. С одной стороны, ну, у них же стратегия максимального давления на Иран. Надо же продолжать его давить. А с другой стороны, а как это сделать, если мы, ну, продолжая на него давить, рискуем обрушить как минимум Ирак и Ливан как государство? Не говоря уже о там потенциально ухудшении ситуации в Сирии, например, той же или еще каких-то проблемах. А региональные государства, как я уже сказал, оказались не готовы брать на себя эту ответственность. И у них либо нет влияния, либо ресурсов, либо возможностей как-то заменить США в этом плане. Вот, в принципе, то есть сейчас, по сути, по сути сейчас США не в таком подвешенном состоянии. Они идут, то есть Ближний Восток идет, он продолжает идти к некоему постамериканскому порядку, и он наступит, потому что, ну, объективно, интересов у Соединенных Штатов на Ближнем Востоке все меньше становится. Ну, возьмем даже главный фактор нефть. Они уже экспортеры нефти, им не нужна нефть. Это, кстати, очень интересное размышление, это правда, да. Они же всегда проходили там, где был нефть, у них был очень такой прагматичный нефть. Раньше вся, по сути, суть, вся схема, скажем так, как это сказать, ну, взаимодействие США с Ближним Востоком в широком понимании как раз заключалось в простом, ну, не знаю, можно назвать это бартере, что ли, бартерная сделка, да, то есть вы нам нефть даете, а мы заводим туда войска и, значит, строим военную инфраструктуру, которая эту же нефть защищает, защищает все каналы транспортировки этой нефти, ну, и попутно государства, которые их добывают. Все, вот это реально все было очень, ну, настолько просто и остается. Сейчас, когда Штаты сами экспортируют нефть, сами ее добывают, Ближневосточная им уже не так нужна, они все чаще задаются вопросом, а зачем мы платим там за эту базу, зачем мы платим за эту, почему у нас тут развернуты войска, хотя мы за это все платим, почему, ну, то есть они сейчас переходят к такой схеме, что давайте так, мы либо не будем там находиться, потому что нам это уже неинтересно, ну, либо платите за то, что мы там находимся. Поэтому саудовцы, например, последние несколько лет реально начали им платить деньги, и частично, кстати, из-за этого у них в том числе увеличился дефицит бюджета, ну, потому что много денег надо откладывать в каждый приезд Трампа, и, соответственно, ну, я на полном серьезе, и, соответственно, ну, это такая статья, непредвиденная для них, статья расходов, но не привыкли они платить, да, как-то вот, платить американцам за то, что они их защищают, ну, как-то это вообще для них дико. И саудовцы, и все остальные, по сути, готовятся к постамериканскому порядку, когда штаты уже не будут ключевым региональным полицейским, они не будут сидеть там у них в каждом дворе, условно говоря, да, и там с каким-то, какой-то, с какими-то техникой и так далее, и это означает, что многим арабским монархиям, например, заливом, придется решать свои проблемы сами. А тут оказалось в последние годы, что не могут они решать их сами, потому что у многих даже вооруженных сил не существует. Именно поэтому, например, последние три года, последние три года, по-моему, Катар, Эмираты, сейчас Катар, Эмираты и Кувейт, я вот не помню, да, и Кувейт, они возобновили призыв вооруженной силы, и сейчас начали строить национальные армии. Вот, в Эмиратах национальную армию помогает им строить там один известный австралийский генерал, потому что австралийские вооруженные силы считаются одним из самых лучших в мире, кстати. И плюс им, по-моему, тоже помогал в свое время, я не знаю, как сейчас, Эрик Принц, очень близкий друг Дональда Трампа, глава частной военной компании Blackwater, которая когда-то была известна по неприятным инцидентам в Ираке в свое время, в шестом или седьмом году. Вот, сейчас она по-другому называется, но тем не менее. Вот, он очень ярый сторонник приватизации войн, то есть он считает, что войны должны вестись не национальными армиями, а надо наемников максимально, ну, в общем-то, нанимать. Кстати, говорят, что именно Эрик Принц, не знаю, вдохновил или посоветовал, как это сказать, Евгения Пригожина на создание их собственных частных военных компаний. Да, то есть, ну, такой крестный отец ЧВК, в принципе. Ну, очень интересная личность, я, поэтому, мне очень интересно про него читать. Вот, поэтому Ближний Восток идет к вот такому вот постамериканскому порядку, и никто не знает вообще, и просто, поскольку вот конфигурация на нем еще непонятна, то есть никто не знает, а как это будет работать. А вот интересно, этот постамериканский порядок, он близкая перспектива или отдаленная? Потому что вот цена на нефть, наверное, ее как-то приближает, нет? Да, конечно, нет, ну, понятно, но я думаю, в течение, ну, 7-10 лет оно должно уже... Вопрос не в том, вопрос в том, как это все, вот оно, как это все сформируется, вот это взаимоотношение между ними. То есть вопрос не в том, что Штаты, не знаю, там, этот процесс, он, это не всегда, не только физический. То есть я не имею в виду, что вот там они будут постепенно, не знаю, там, каждый месяц, там в течение 7 лет, там, самолет с солдатами американские будут покидать там Ближний Восток. То есть не так это, это не то. Я именно о том, что они, вот это перекладывание обязанностей за стабильность, за порядок в регионе, вот оно будет длиться, я думаю, вот в течение этого времени. Но может раньше я, ну, я не могу точно сказать, потому что там столько факторов, от которых это зависит, столько всяких еще и неизвестных, да, то есть есть параметры, которые вообще неизвестны. Вот коронавирус, например, он сейчас, ну, сейчас он меняет немножко ситуацию, да, то есть он еще больше ослабляет эти страны, в связи с чем я, например, могу задавать вопрос, ну, а не сделает ли он откат вообще в этом всем? Потому что, ну, а как, если страны будут ослаблены, ну, непонятно, да, что с этим делать. Плюс, если, например, в результате всей нашей истории с коронавирусом и прочими, я не знаю, например, обострится ситуация в Иране, да, и там начнется черти что, и, ну, а как? Ну, штаты будут одними из первых, которые должны будут что-то делать. Ну, если не вмешиваться, как там они, ну, я не верю, конечно, в это, но для того, чтобы, ну, как минимум, чтобы сдержать, например, негативные последствия каких-то потрясений в Иране, которые, несомненно, перекинутся, как минимум, в Саудовскую Аравию, там через залив совсем недалеко. Вот, то есть, поэтому я сейчас только задаюсь вопросом, не знаю, насколько ускорит. Может, и не ускорит. Вот, а может, ну, тоже еще много факторов, связанных с внутренней политикой США. Да, как у них будет развиваться, потому что если они будут терять больше, им нужно будет концентрировать больше ресурсов у себя, возможно, да, тогда они будут все больше проектов таких, там, на Ближнем Востоке урезать. Да, как они урезали, там, курдов, например, в прошлом году. Вот, ну, по такой логике действует, что, типа, ну, а зачем нам это надо? Вот, ну, я даже, кстати, сейчас, сейчас даже они сейчас начали разговаривать с курдами о том, что, вот, может быть, давайте вы у нас заберете вот этот контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, вот, сами, да, то есть, вот, как бы, а мы, мы что-то сделали. Они не говорили о том, что они собираются покидать ее, но это, опять же, неизбежно. Но сколько бы, ну, сколько, это же вообще нелогичный шаг, да, сколько там будут стоять сирийские военные, охраняя нефтяные месторождения, которые, ну, вообще-то, штатам не нужны. Ну, зачем им сирийская нефть? Что это вообще такое? Вот, поэтому, конечно, рано или поздно они начнут снижать уровень, уровень вовлеченности в регион. Илья, вот прямо перед началом карантина, коронавирусом, в Сирии были очень интересные события, происходили, потому что там укреплялся Эрдоган неплохо, Россия тоже принимала там какое-то активное участие. Что сейчас происходит в Сирии? И я так понимаю, что Эрдогану, наверное, сейчас точно не до Сирии, не до курдов? Или все-таки он... Нет, не сказал. Более того, ну, там сейчас происходит передел сфер влияния согласно, ну, как это сказать, новой политической реальности, которую заложили мартовские мирные соглашения, московские, между Россией и Турцией, ну, которые завершили бои. Передел сфер влияния, в первую очередь, касается провинции Идлиб, потому что, ну, как бы им не хотелось, но Турции надо что-то делать с вот этими группировками, которых она не контролирует, и которые стали причиной возобновления боевых действий, вот которые мы наблюдали с второй половины декабря до начала марта, когда все дошло аж до прямых столкновений между сирийской и турецкой армией. Ну, в принципе, этот процесс, ну, как это происходит? За последние два месяца, то есть во время карантина, во время коронавируса, турецкие военные, ну, возвели несколько десятков новых блокпостов на территории провинции Идлиб, постепенно отжимая территорию, в общем-то, неподконтрольных им группировок, ну, как неподконтрольных, у них такие сложные отношения, я бы так назвал, то есть они не воюют пока что в открытую, но, в общем, эти группировки полностью Анкару не слушают, а Турция, ну, не хочет, то есть там суть в том, что в Идлибе есть, ну, если грубо говоря, две основные такие виды группировок, да, антиправительственных, одни это те, которые согласились в свое время воевать под эгидой Турции, протурецкие, там, они вошли в различные альянсы, которые воевали с курдами, там, во время операции ищет Ефрата, и оливковая ветвь, и вот эти все, ну, в общем. И вторая группа, второй вид или тип группировок, это те, которые, ну, они не являются враждебно настроенными к Турции, поскольку считают их ситуативными союзниками в боях против сил Асада, но они не являются им подконтрольными, то есть они не выполняют, не лояльны полностью. Турция, как неформальный куратор этого региона, как минимум последние 4 года, конечно, ну, должна с этим что-то делать. И мартовские соглашения остро поставили вопрос, что, ну, смотрите, если вы не хотите повторения вот этих боев опять, то надо как-то, надо что-то делать, потому что про турецкие группировки, там, допустим, с ними проблем нет. А что делать с вот этими всеми организациями, большая часть из них, которые являются террористическими, причем на уровне ООН признанными и самой Турцией признанными, то есть это вообще парадокс. И они находятся как раз на тех территориях, которые, согласно договоренностям с Россией, должны стать буферной зоной, то есть оттуда должны быть выведены силы, тяжелая бродетехника, это, в частности, касается южной части Идлиба, там есть трасса, которая соединяет Алеппо с востока на запад до прибережных территорий с провинцией Латакия. И эту трассу, согласно договоренностям, Турция и Россия должны вместе патрулировать, а там никаких вооруженных сил не должно быть, ну, группировок. Вот, а получилось как? Получилось, что договоренности заключили, а группировки вывести никто не может. То есть, ну, сирийская армия готова, но им никто не дает, потому что это опять же заденет турецкие войска, опять же начнется мясорубка, а Турция, ну, у нее, как оказалось, нет рычагов влияния на эти группировки. То есть, по сути, все понимают, что остается один вариант, да, надо применить силу в союзе с Россией, ну, то есть совместно с ними или нет, да, но, в принципе, вот договоренности в Москве поставили Эрдогана в такое, ну, сложное положение, потому что он же, он обязался, по сути, решить этот вопрос. То есть, он реально взял, он сказал, хорошо, я сам это решу. Вот. И, ну, чтобы дать ему время, Россия, по сути, сдерживает сирийские войска от каких-то новых наступлений, новых операций. И вот за последние два месяца Турция серьезно сейчас, ну, наращивает свои военные, военную инфраструктуру, то есть, туда опять продолжают завозить военных, грузы с техникой, разворачивать блокпосты, наблюдательные пункты, полевые, там, штабы, базы мобильные. То есть, там, ну, по сути, и все это вот как раз в южных и восточных районах, то есть, там, где соприкасается, там, где далеко от линии, ну, назовем это линией разграничения, то есть, там, где начинается фронт, условно говоря. И последнее время слышатся разговоры о том, что турки сейчас будут как-то помогать местным вот этим экстремистским группировкам, которые контролируют идлибы, которые ей не подконтрольны, провести какой-то ребрендинг. Ну, они их уничтожить не могут и не хотят, потому что это невыгодно, да, если вы их уничтожите, каким бы они плохими ни были, потеряйте преимущество, то есть, ослабеют антиправительственные группировки, и это, ну, понятно, это даст преимущество только противникам, ну, например, Асаду, а этого Эрдоган, допустим, не хочет. Соответственно, единственный выход – это провести какой-то ребрендинг, как-то их переименовать, создать какое-то новое правительство, например, в которое, ну, марионеточное, в которое войдут как представители этих группировок, так и представители протурецких сил, а потом сказать, что, ой, это совсем уже другие. То есть, они, ну, на самом деле, там коалиция Тахри-Ращан, которая террористическая, которая управляет Идлибом, она же прошла, это же изначально, ну, это же изначально сирийская Аль-Каида, просто она три раза проводилась ребрендинг, они меняли название, да, и, в общем-то, рассказывали, вот последний раз они же поменяли название на Тахри-Ращан и рассказали всем, что теперь мы с Аль-Каидой не связаны. Вот, и все должны, как бы, поверить так вот, ну, да, наверное, они связаны, теперь же они по-другому называются, и флаг у них не черный, а белый. Вот, то есть, ну, это очень занятные истории. Я думаю, что турки примерно что-то такое готовят. То есть, они уберут самых радикальных, локализируют их, я не знаю, что с ними сделают, нейтрализуют, самых готовых сотрудничать, а не как-то интегрируют вместе со своими протурецкими организациями и структурами, которые заведут Идлиб вместе со своей армией. И дальше, по сути, произойдет такой мягкий переворот, и в Идлибе появится некая местная власть, очень похожая на те администрации оккупированные протурецкие, которые сейчас существуют на тех территориях, которые Турция уже взяла во время предыдущих операций. То есть, это и в регионе Африн, который был взят во время операции Оливковая ветвь, это и районы там на севере Алеппо, которые были взяты во время еще первый раз, когда щит Ефрата была операция. И это те территории, которые оккупированы на курдских землях, на северо-востоке, которые были захвачены совсем недавно, когда Турция вторглась в Сирию против курдов. То есть, в принципе, они готовят вот что-то такое, потому что им очень важно сейчас все вот эти подконтрольные им земли, их как-то стандартизировать. Они все должны быть одинаковы, чтобы потом их как одно целое ими управлять. Во-первых, управление упрощается. Во-вторых, ну не будет возникать никаких проблем с лояльностью, там двойной лояльностью, тройной лояльностью, потому что, как мы видели, именно это, ну чаще всего разваливает просто все договоренности. Ну да, как вы можете, вы договорились с кем-то, а потом какая-то местная группировка берет и просто все ломает. Вот. И, соответственно, ну и плюс это поможет туркам немножко повысить легитимность тех группировок, которыми они руководят. Потому что для них очень, у Турции большая проблема в Сирии. Группировки, с которыми они сотрудничают, или не знаю, как это назвать, наверное, скорее, которым они помогают, всякими грантами и прочими вещами, ну и вооружением, они не совсем легитимны в глазах международного сообщества. Многие из них исповедуют экстремистскую идеологию радикальную. Даже, я бы сказал, ну абсолютное большинство из них. То есть это совершенно не светские, умеренно там настроенные какие-то. Ну это конкретно, это исламисты в основном. Многие из них являются, ну фигурируют в списках террористических организаций. В американских, европейских, ООНовских, турецких. Это я же говорю, вот это Хри-Ращам, с которыми они как бы, ну в такой холодная дружба или там холодное сотрудничество между ними, они признаны Турцией террористической организацией. Вот. То получается, это проблема. Это надо решать. Надо каким-то образом вот убрать вот эту токсичность, то есть ее полностью слить и сказать, что вот смотрите, это совсем новые люди. Это вообще вот просто все темы их там, не знаю, мы их убрали, их теперь нет, просто забудьте. И дальше просто управлять этими землями уже как единым целым и торговать ими. Ну а я, мы же все понимаем, что это предмет торга для Турции в переговорах по будущему Сирии. Скорее всего, я думаю, что Турция готовит для этих территорий то же самое, что Россия по Донбассу. То есть у нас... Непризнанные такие сценарии непризнанных республик? Нет, не республик. Там не до такой прям степени все дойдет. Да и это никому не надо. И там такие территории, что там республики, это смешно просто, ну, будут чисто даже географические. Но я думаю, это просто будет как... Они захотят их отдать обратно Сирии, но на условиях, что эти территории, ну, во-первых, закрепятся, они станут некой сферой интересов Турции, поскольку они пограничные. А во-вторых, вот, например, я вижу такую схему, поскольку сейчас в Женеве одним из пунктов обсуждения новой конституции Сирии это создание двухпалатного парламента вместо однопалатного. И вторая палата, это должна быть совет регионов, так называемый, куда выйдут представители всех регионов. Типа для того, чтобы было представительство каждого региона. Да, и, соответственно, вот через эту схему я вижу, как можно протолкнуть представителей, например, этих регионов протурецких. То есть они скажут, вот у нас будет квота в палате парламента. То есть, по сути, они возвращают эти земли на условиях, что местные элиты протурецкие, они вмонтируются в систему сирийскую, то есть будут узаконены, будут легитимизированы, выборы проведут, там все как надо. И они получат квоту некую на то, что они будут постоянно представлены в парламенте. Например, этнические туркоманы, которые проживают на турецко-сирийской территории, являют и на которых опирается Турция в своей политике, в том числе на которых опирается. Вот поэтому я думаю, что вот план такой. И сейчас коронавирус не мешает. Они сейчас усиливают свое влияние, ускоряют вот этот передел сфер влияния в Идлибе, потому что там очень много группировок, с ними надо как-то разобраться. Там полный беспредел. И я думаю, что турки, они будут пытаться сейчас консолидировать там власть, пытаясь отсечь всех радикальных, а всех, которых они считают и представляют вовне умеренными, то есть договороспособными, мы сразу понимаем под этим одно и другое, привести к власти в Идлибе. Со своей стороны, ну я думаю, что Россию это устраивает, судя по риторике, судя по всему. Ну я как бы думаю, ну для них это в принципе в порядке вещей такие договорники, им не очень интересно на самом деле, что там будет с населением, какие-то такие вопросы их не интересуют. И поэтому я думаю, что для России самое главное это сохранить свое влияние в Сирии, не утратить его. Потому что сейчас пошли разговоры о том, что существует действительно угроза России потерять свои достижения после 2015 года. Имеется в виду в Сирии. Да, да, да. Это связано с тем, что коронавирусная пандемия, она же очень серьезно ударила по экономике многих стран. А Сирия как особенно уязвимое государство, поскольку ослабленная войной еще больше страдает. Тот небольшой рынок, который там существует, и эти потоки, которые там еще есть, они все больше сжимаются. Соответственно обостряется конкуренция внутренних элит национальных. Да, потому что когда, условно говоря, меньше становится еды, а людей в доме такое же количество, то за нее начинается борьба. Вот, в принципе, то же самое сейчас происходит со всеми этими теневыми потоками, которых становится меньше, потому что коронавирусная пандемия сужает рынок, и меньше просто денег, в общем, меньше возможностей становится. И сейчас вот обострилось, например, противостояние между Асадом, или там, как это назвать, не назову это кланом, но, в общем, между Асадом и его ближайшим окружением, и его двоюродным братом Рами Махлюфом. Ну, там, в общем, у них в семье, в принципе, очень довольно своеобразные отношения всегда были, но Рами Махлюф – один из могущественных олигархов Сирии, на которых стоит, по сути, вот этот политический режим, и стоял много лет. То есть сначала его отец, Мухаммед Махлюф, который сейчас живет в полуизгнании в России, сейчас вот его сын Рами Махлюф, он является одним из таких, ну, наверное, ну, крупнейших, ну, вот я не знаю, вот наши олигархи, вот, в принципе, вот так, чтобы понимали, вот это оно. И, в принципе, вот в последнее время у них отношения с Асадом разладились, я думаю, что это как раз связано с тем, что начинается передел сфер влияния, и у Рами Махлюфа слишком много влияния было, слишком много. То есть его бизнес-империя там безумная, то есть там десятки компаний в разных сферах, и, ну, с одной стороны, это не нравилось многим другим бизнесменам и олигархам, особенно те, которые поднялись на войне, а таких появилось, такие люди, да, то есть, как бы, это же не мирное время, это же совершенно другие. А в послевоенное время всегда происходит передел потоков, перераспределение потоков в пользу каких-то других игроков, передел сфер влияния, начинается борьба внутренняя за власть. И, с другой стороны, также, ну, прослеживалось раздражение со стороны сирийского правительства о том, что, мол, ну, слишком у него много всего, да, надо немножко, ну, как бы, надо немного поубавить аппетиты, потому что мы таким образом, ну, экономику не восстановим, да, то есть, ну, нельзя, нужно, нужно что-то, в общем, нужно некую, некую деолигархизацию провести, чуть-чуть их урезать, да, то есть, нужно, потому что, в принципе, опять же, война утилизировала все правила игры, которые существовали в условном глубинном государстве в Сирии до войны, но после войны их не появилось, и сейчас пытаясь, то есть, нужны новые правила игры, где уже будут новые, там, условные ренты, там, условные правила, сколько можно воровать, сколько нельзя, там, ну, я так, ну, в принципе, оно так и выглядит, на самом деле, в глубинном государстве, да, кто какие потоки контролирует, и вот, я думаю, вокруг этого сейчас, конечно, разгорелась очень серьезная борьба, и впервые, наверное, вот, что правительство начало наезжать на активы Рами Махлюфа, там были арестованы несколько его счетов, его компании в Ливане, в Сирии, были даже сообщения в прошлом году, что его даже якобы взяли под домашний арест, я не знаю, я читал это, ну, опять же, тут просто на этом еще очень много спекулируют, особенно оппозиционные СМИ, понятно, что они подхвачивают эту тему, там, про то, что вот, скоро режим падет, там, ну, это ясно, ну, просто сложно отфильтровать, какая информация правда, какая нет, и плюс это все еще имеет один слой противостояния, Рами Махлюф ближе к Ирану по внешнеполитической ориентации, а Асад, ну, это Россия больше. Хотя, ну, там, 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 на самом деле не так все однозначно, но вот это иранско-российское противостояние, оно прослеживается через вот эту их борьбу. Хотя там по-разному, потому что, например, я последнее время заметил в российских СМИ несколько, там появлялось несколько раз таких критических сюжетов, статей про сирийского президента. Ну, таких даже, ну, не то, что, а таких вот в плане вот типа вот он слабый, или вот они там не уделяют внимания после военной реконструкции, ну, такие с уколами, да, вот, что вот смотрите, какие недостатки. Я думаю, это связано как раз с тем, что Мухаммед Махлюф, который живет в Москве, он пытается сейчас лоббировать свои интересы и, собственно, работает с российскими медиа, чтобы, ну, против АСА, да. Ну, я говорю, сейчас вот этот процесс, за ним будет интересно следить, потому что я думаю, что коронавирусная пандемия, наверное, острее всего за последние годы, ну, за последние три года точно, вот с момента, как я последний раз слышал эти дискуссии, опять актуализирует вопрос преемственности в Сирии, да, а кто после АСА, да, потому что, ну, Башар Асад, там, при всех его и преимуществах, и недостатках, он, ну, все понимают, что он токсическая фигура, он токсичная фигура, ну, из-за войны все, ну, вот он, ну, в принципе, для многих, и я разделяю это мнение, что в конечном счете ему придется уйти, то есть он не сможет, ну, я думаю, что он сам это понимает, потому что, ну, не воспринимают его так, как раньше, вот никогда не воспримут, то есть это уже, ну, вот, такого масштаба война, она все равно в некотором смысле легитимность подрывает, в той или иной мере. И сейчас актуализируется вопрос, а кто после него, кого ставить, потому что поле расчищено политическое, из вот этих всяких новых, ну, игроков, эти новые политические и другие игроки, они еще не оформлены, и вот эта сейчас борьба, я думаю, что из нее как раз по ее итогам мы сможем примерно понять, какая будет конфигурация послевоенной Сирии, и кто может, кого могут продвигать вместо Асада на пост президента, или может уже будет другая политическая конфигурация, потому что я думаю, что его уход будет связан с переформатированием политической системы в Сирии, согласно вот новой конституции, которую там пытаются писать в Женеве, ну, там пока у них ничего не получается, но, тем не менее, это вот, по сути, сейчас весь политический процесс по Сирии, он связан с написанием вот этой конституции, которую должны вот представить, типа, как все, вот, смотрите, у нас совершенно новая система, теперь война якобы должна закончиться, и все там помириться. Вот по итогам этих переговоров будет ясно, как пройдет транзит власти, то есть пройдет ли он нормально там как-то, ну, это уже там другой, кстати, вопрос, потому что коронавирус, опять же, показывает, что, ну, еще, да, существует еще риск того, что транзит этот, ну, в Сирии может не все так мирно пройти, потому что, ну, ситуация очень сложная, и, ну, экономика не получает поддержки достаточной, и возможностей у них нет, чтобы получить эту поддержку, ну, из-за санкций, и вот эти все проблемы. Вот вы сказали очень хорошую фразу, что Ближний Восток готовится к постамериканскому порядку. Можем ли мы сказать, что в результате коронавируса Ближнему Востоку, Ближнему Востоку придется готовиться еще и к построссийскому порядку, если хотите, или все-таки нет? Ну, как, российского порядка никогда не было на Ближнем Востоке, ну, это то, что сейчас, это не российский порядок, да, то есть, ну, Россия, безусловно, усилила свои позиции очень серьезно за последние, там, сколько, ну, вот, пять-семь лет, действительно, но это не российский порядок. Порядок, ну, становится порядком, когда государство, в общем, те правила игры, или, ну, скажем так, структуры, организации, альянсы, которые существуют, там, были созданы при активном участии, или, ну, по инициативе вот той или иной стороны. То есть, Россия пока что, ну, я бы даже не сказал, что они на территории Сирии создали какой-то порядок, вот, исходя из того, что я только что рассказывал про Сирию. Вот, то есть, это не порядок, они не, мне кажется, что, вот, они не дошли до этого уровня, не дошли, потому что, ну, я не знаю причин, на самом деле. Я очень много, я очень много читал публикаций в российских всяких источниках, вот, аналитических, как они это объясняли со своей стороны, их эксперты. И, кстати, у многих есть вот это такая, ну, завуалированная, но, наверное, упрек такой вот, что, мол, мы не докрутили, да, вот эту идею. То есть, получается, что интересы, и по Сирии это видно, что их интересы все еще ограничены. Ограничены какими-то вот защитой интересов вот крупного бизнеса, например, да, то есть, вот им не очень интересно там вопросы там социалки, да, там, или вопросы каких-то там коммунально-бытовых проблем в Сирии, как поднять их, да, там, или как, или гуманитарки. Им интересны вот там нефть, газ, военка, да, то есть, ну, в принципе, все то, что все те сферы, в которых, ну, которыми владеют основные, не знаю, вот олигархические круги в России, да, то есть, условно говоря. Ну, потому что понятно, что вот военка, ну, ясно, есть там компании, которые продают оружие. Эти компании принадлежат определенным людям, которые приближены к Кремлю. Есть там нефть и газ, ну, топливно-энергетический комплекс, это вообще отдельное крыло российской политики, которая там участвует очень активно в их. То есть, и у них всегда вот такая ограниченность, она, конечно, никакой порядок не создает. Вот. Штаты ж потеряли свое влияние тоже из-за того, что потеряли интерес. То есть, вот они создали порядок некий в свое время. Хороший, плохой, другой вопрос, как бы где-то хороший, где-то нет. Вот, например, вот создали они вот этот, я сейчас продажу, вот, еще спущусь на один уровень, не на уровне региона, а, например, на уровне субрегионов или отдельных процессов, порядок. Вот, например, возьмем арабо-израильские конфликты. При содействии штатов были, был создан некий, ну, порядок, вот, опять же, не в плане, чтобы они неправильно поняли, не в плане, что все мирно, а отлично, а в плане вот некая, как это говоря, устало на... Устоявшаяся конструкция. Да, да, то есть, которая вот закрепила какой-то статус-кво, причем закрепила там в документальном подтверждении. Вот, например, если арабо-израильские конфликты взять, Кэмп-Дэвидские соглашения, мирный договор Израиля и Ордания, 94-й год, соглашение Осло, 99-й, которыми они признали палестинскую автономию и создали ее, да, то есть и заморозка ситуации по Ливану, на ливанско-израильской границе. Там Ливан и Израиль не признают друг друга, но вот эта ситуация на юге Ливана, она же была заморожена. То есть, они создали некий вот этот вот порядок, да, что вот смотри, хорошо, вот есть палестинская автономия, есть вот эти мирные договора, есть определенные обязательства Израиля, есть обязательства других сторон. И что произошло? Ну, произошло то, что он разводился. Вот за последние, сколько там получается, за последние пять лет очень быстро и стремительно развалился, потому что они потеряли к этому интерес. Администрация Трампа, и их уже это не интересует. То есть, ну, и то, что сейчас вот новое правительство Израиля готовит аннексию, у них в коалиционном соглашении записана аннексия, да, то есть, ну, это вообще немыслимо, в принципе, ну, никогда так плане. И то, что вот они готовят аннексию, это вот добивает вот этот порядок, который был сформирован самими штатами. Вот, то есть, вот они, они просто потеряли, вот потеряли интерес и уже не видят, зачем им это надо. Вот это то же самое по России, я же говорю, они даже, они не смогли создать пока что. Я не знаю, может еще все впереди, там у нас ждет какой-то расцвет. Я не знаю, я не очень, я не очень, я скептически к этому отношусь, потому что, как я сказал, я не вижу в российской внешней политике на Ближнем Востоке какого-то вот этого интереса вот реально участвовать в формировании каких-то конструктов и генерировании смыслов, да, то есть, вот они были, был запал вот на начальных этапах войны в Сирии в 13-14 годах. Сейчас, плюс я думаю, я поэтому, опять же, возвращаюсь к вопросу, а не делает ли коронавирус, не приводит ли коронавирус к откату, потому что сейчас у них же самих проблема, да, и сейчас коронавирусная пандемия ставит вопрос стабильности самой российской экономики вообще, которая и до этого была не самой сильной, ну, не самой, да, какой-то успешной, я бы сказал. Вот, то есть, и сейчас им нужны ресурсы для них самих, да, то есть, куда сейчас там что-то формировать, строить, для этого нужны ресурсы, ну, или союзники. Илья, спасибо вам огромное. Спасибо, мы были очень рады вас видеть. Взаимно. Спасибо, я хочу напомнить, что Илья Куссов был гостем эфира на Укралайф ТВ, за что мы им очень благодарны, и мы благодарны нашим спонсорам на платформе Патреон. Это был Укралайф ТВ, оставайтесь на мой канал. Укралайф ТВ, оставайтесь на мой канал. Продолжение следует...